На дорогах Наринмара и поселка Искатели стало теснее. Сезон вождения открыли водители мотоциклов, скутеров и мопедов. Работы прибавилось сотрудникам ГИБДД. Водителей двухколесной техники автоинспекторы держат на особом контроле, поскольку мототехнику считают транспортом повышенной опасности, а за его рулем зачастую находятся малолетние подростки без права управления. Мощность, скорость и алкоголь. Итогом такой гремучей смеси стало ДТП в районе дома 38 по улице Ленина. Мотосезон в Наринмаре начался с происшествия. Авария с участием этого мотоцикла первая и хотелось бы надеяться последняя в этом сезоне. ДТП произошло в результате того, что водитель, первоначальная информация, так как водитель не справился с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла, в результате чего пострадал сам водитель и пассажир, находящийся на мотоцикле. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе, кто был за рулем в этот злополучный день. В результате ДТП пострадали двое – 1994 и 2002 годов рождения. Сегодня пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Один из пострадавших прооперирован исходно при поступлении. Второму планируется операция. К сожалению, у наших пострадавших, у одного из них шлема не было. Поэтому там достаточно тяжелая травма, да, черепно-мозговая в том числе, с нарушением целостности костей. Согласно правилам дорожного движения, и водитель, и пассажир мототехники обязаны быть в застегнутых мотошлемах. Управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. По словам сотрудников ГИБДД, отсутствие шлема – это еще не самое частое нарушение на дорогах. Как известно, для управления мототранспортом, будь то скутер, мопед или мотоцикл, нужно водительское удостоверение. Обязательное условие для его получения – достижение 16 лет, обучение в автошколе и сдача экзаменов ГИБДД. Этим правилом зачастую пренебрегают малолетние подростки, считая, что мототехника – это игрушка, и забывая при этом, что езда без водительских прав – это нарушение закона. В связи с наступлением весенне-летнего сезона на территории нашего округа участились случаи управления мототехникой, подростками, без водительских удостоверений, без регистрационных документов. Согласно правилам дорожного движения, для управления мототехникой необходимо иметь водительское удостоверение разрешенной категории, а также регистрационные документы на транспортное средство. Для управления мотоциклами необходимо иметь водительское удостоверение категории М, А1, либо категории А, а также регистрационные документы на управляемое транспортное средство. Категория М и А1 – это как раз те категории, получить которые можно при достижении 16 лет. Категория М позволяет управлять мопедами, скутерами или лёгкими квадрициклами, если их технические характеристики соответствуют требованиям. Согласно определению, мопед – это транспортное средство с рабочим объёмом двигателя не более 50 кубических сантиметров. Под категорию А1 попадают мотоциклы с рабочим объёмом двигателя не более 125 кубических сантиметров. Управление транспортным средством без водительского удостоверения, административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч. За передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. По словам Александра Стрепетилова, нередки случаи, когда родители дарят своим детям, не достигшим 16 лет, мототехнику. Регистрируют ее на себя, позволяют детям ездить без водительских удостоверений, а потом платят огромные штрафы. И дело даже не в деньгах. Таким родителям стоит помнить, что мопеды, скутеры и мотоциклы – это транспортные средства повышенной опасности. При отсутствии специальной подготовки под угрозой может быть жизнь вашего ребенка.